Беларусь Орнитолог Дмитрий Винчевский 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 потом я отрывал ежу от рыбаков, и после этого сразу стал здоровым и палятел. Как вы личите? Хобить ли интеллект артистичных дольностей лебедю, как такое сделать, ци это все-таки выдумка рыбаков? Я сам такого не бачу, потому что это про это лебедя. Но у птушек довольно развита, когда есть необходность, многие птушки, особенно куриные, например, от коропатки, на ваткачки, когда они вывели птушанят, птушаняты маленькие, они не могут оборонить, и некая нечеканная ситуация, альбо собака близко подойдет, альбо человек близко пынется, и уже нема часу оборонить этих птушанят, они, прикидываются, пораненными, нацеркнуть крыоль, балапу, и отцеркнуть на себе увагу, некуда в бок отводить этого ворога, и потом нормально, когда уже бачить, что ситуация изменилась, а в лепший бок, они просто отлетают, и все, птушаняты выротованы, и все, как бы оттремалось. Поэтому мы к этому морщим, но ситуация интересная. Какие разумные птушки? Лебедь так само интеллектуал у нас. Лебеди, они денежат трошки иначе, они довольно мощные птушки, и я хотел бы звернуть увагу, особенно тех людей, которые подходят с детками, что, в принципе, лебедь крылом ударом крыла может взломать руку дорослому человеку. Тому дикая птушка, лучше не наближаться без всякой необходности, ну, может быть, всякая. И потом тоже, как птушка будет виноватой на собречь, когда нема потребы, не требует это делать, конечно. Я слышала про это, особенно, когда у лебедя птушаняты. Да, конечно, конечно. Потому что он будет оборонять птушанят до опошнера, но вот, когда там небезпека будет для дорослой птушки, тому лучше не наближаться. Те треба кормить птушек в городе? Те треба их кормить? И, когда есть такое ожидание, чем кормить? Со школьных родов, не веду, но вот еще с меньшего, на полную взрослую, мы веду, что вот это мы так допомогаем птушкам. На самом деле, вот для опошних доследований показано, доказано, что это не допомога, а именно это птушкам. Мы к чему некой конкретной птушце, да, но виду мы не допомогаем. И тому стоит питание, для чего мы кормим. Когда мы думаем, что это такая допомога птушкам, нет, это не допомога. Инший погляд есть, что мы, и так на самом речь есть, что мы можем близко, по-перше, сами поглядеть птушек, не треба там далеко ехать, альбо далеко в лес исти. И особенно показать деткам, что вот такие птушки на вокал, чем они харчуются, какие помежимые взаимодносины. Когда мы для этого, как бы, робим эту подкормку, тогда, конечно, это, ну, не то, что добро, но максимально это робить, просто разуметь, что мы робим для чего. Потому что на самом речь это никак не допомога. И, например, у Великобритании были такие досвиды. Было три группы птушек, синиц великих. Одных кормили, другие были в лесе, а третьих там кормили нерегулярно. Трималось, что вот эта первая группа, которой мы, как бы, допомогали наибольшь, у них было наименьш птушенят. И когда навыковцы стали разбираться, про нанимось с іншими группами, отрималось, что, как они это растумачили, что, правда, некоторые птушки слабые, и они без нашей вот допомоги, они выжить не могли бы в этой зиме. И не пережили просто. И для вида это добро, потому что они, как бы, ну, отселись, элиминовались отбором, они не заставили свои гены. А когда мы их подтримали вот этой зимой, они пережили, и они начали размножаться, но птушенят у них меньше. И тому, вось, мы, как бы, на мой взгляд, як наименьш павинны вмешиваться в этот процесс в природу. Потому что конкретные птушцы, как я кажу, мы, может, и допомогли, а вось виду мы там хоть и за все перешкодили. Конечно, хотя люди теперь умешиваются в процесс эволюции каждый день. Я думаю, что это, на жаль, не совсем доброе, и хоть и на дворот. Скажите, а батон, это доброе еже для качки? Ну, разумеется, случайные аргументы такие, что вось, как бы это не было доброе для птушек, они бы не брали и не ели. Нет, это не так, конечно. Потому что, ну, можем провести приход на своих детках, альбо внуках, взять, не веду, купить в краме килограммы, альбо 10 килограмм цукерок и рассыпать, и пропановать там, не веду, некой пюре с котлетой. Что детки выберут? Разумеется, что они едут згятые цукерки. Целёстят их корысть, от килограмма, от двух килограмм. Конечно, они едут, и нечто там у них углеводы некие засвоятся, а лицелёстят их корысть саправды. Так само и для птушек, конечно. Птушки диких птушек, они повинны справляться сами. Занести ежу, когда они не могут занести ежу, как я казал, например, для лепедя, замёрзла там у Бреста некий водоём, альбо водоток, и он повинен иметь смягчимость отлететь. Без нашей вот этой... А мы этот процесс просто порушаем. Мы, как бы, до пушнира кормим там, когда всё замёрзло, люди телефонуют в МЧС, и нам становится холодно, и мы сидим у хати, и уже лебедь себе за ежу застался. На воде этих батонах мы просто перестали хопать, потому что коли мороз, труба больше энергии, просто поднимают температуру тела. А птушки уже поздно отлетать, потому что, ну, всё, ситуация изменилась. Неведомо, где эта вода открытая. И что робит? Тогда давайте ратуйте их, не веду, орнитологи ратуйте, МЧС ратуйте. И тому, ну, это такая глупая ситуация, якую варто позбирать, сопроводы. Теперь ради можно сустреться, с Нигиром на улице. Чому? Мне здаётся, что у детинствы было шмак Нигиро, але зараз... Так, але у нас на территорию едим, кали мы выйдем на улицу. Я тебе покажу, некогда Нигиро, они, да, ну, есть. Але ж, я так само зауважила, что я только у детинствы дохотых обачила. А потом на работе. Ну, разумеется, может, мы проводим шмак часу на работе, чтобы обачивать. Тут как бы два таких, два фактора, два-два такие нюансы. Ну, во-первых, подцепление климата, про кое мы казали, что вот некоторые птушки застаются, некоторые птушки ранее вертаются, некоторые птушки просто до нас не мают сенсу как бы лететь на зимовку. Потому что, хотя у них великая колькости елей или снегири у нас гнездуют, летом их фактично никто не бачит, и люди думают, что вот только зимой их можно сустреть. Алис, оправдывая, ес, ес, так, и на великой колькости у нас гнездуются. Али, конечно, наш мат больше прилетает на зимовку до нас с тайги, из России, из Финляндии, марчима со Скандинавии. И, по-перше, меньше птушек можно до нас долетать на зимовку. По-другому, миновитых гелям, особенно в первой половине зимы, им потребны старые древы, ясени, клёны, на которых они харчуются, съедают на сене. Если старых древов нет, то просто им нет, нет, что сюда лететь. И тому, как бы, тут залежность довольно просто. Есть старые древы в парках, не в аллеях. Там всю зиму можно сострыть гелям, без всякой проблемы. Зараз, когда они съедают это все на сене, в другой половине зимы, восью лютым, на початку весны, они переключаются на пупушки, на почки древа. Они набухаются, они уже великие, и там речевые такие, уже поступают для новых молодых листиков, вот такие корыстные. Они переключаются на рятые пупушки. И вот там, здесь старые кусты бэза, там худка можно будет так само сострыть гелям. Поэтому варто звертать увагу. На куст бэза. И последнее питание, я ведаю, что вы неколи проводили бёрд, вольтушеские, правильно я говорю, экскурсии. У пышках, может быть? Ну, в пышках мы давно уже не робим экскурсии. Мы робим таки больше далёкие выезды. Амальзов-сёдых, это заказник Гродинской свисовщики, это не так далёко, 30 километров от Гродно. Там шмат разных биотопов, именно шмат больше птушек, можно убачить. Максима, это не так, как бы, цикава починаючим, потому что починают бытать виды. А для нас, оправдый, ну, мы там одночасово глядзим, что отбываются, какие змены, какие виды, как лететь, куда лететь, какие гнезда, и так далее. И у нас минавитость сегодня, 19 лютора, в авторах, будет встреча с теми, кто хочет доведаться больше про птушек. Я буду рассказывать про кахание до птушек и кахание у птушек, природные стратегии размножения, которые выкористовывают тушки, чтобы не изменьшить свою колькость. А 23 лютора, у первой гимназии, у Румлева, у нас будет конференция наше родинское областное отделение о птушек батьковщины. И там будут стековые доклады, а на наступную неделю будет минавитое экскурсия, выезд. Все это бесплатно. К тому запрошаю родинцев долучаться, как больше доведаться с партых птушек, которые живут побоч с нами и нигде долей за столися. Дякую. Дякую. Нагадаю, что сегодня у нас у гостях был орнитолог Дмитрий Пинчевский. Великой дякую вам, Дмитрий. Дякую. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова